Чуковский, Корней Иванович. Здрасте, дорогие наши радиослушатели. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня мы прочитаем, как вы уже догадались, про Чуковского. Итак, поехали! Русский советский писатель, поэт, переводчик, публицист, критик и литературовед. Корней Иванович Чуковский при рождении имя Николай Корнейчуков. Родился он 19 или по новому стилю 31 марта 1882 года в Санкт-Петербурге, а умер 28 октября 1969 года в Москве. Русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и литературовед, детский писатель, журналист. Отец писателей Николая Корнеевича Чуковского и Лидии Корнеевны Чуковской. Вот, его дети тоже писателями стали. Так, самый издаваемый в Советском Союзе и России автор детской литературы, тираж книг Чуковского за 2017 год, нифига себе, превысил 2 миллиона экземпляров. Ну, это вообще круто, молодцы. Биография происхождения. Я читала уже большую биографию ЖЗО, поэтому я буду повторно как будто для себя читать. А вы вынимайте и слушайте, и запоминайте. Ну, то есть, это всё интересно на самом деле. Происхождение. Николай Корнеевичуков... Боже мой, я помню, как я читала в метро, читала электронную книгу и плакала, когда там происходили не очень приятные события. Да вообще неприятные, можно сказать. Так, дальше. Ой, я так отвлекаюсь. Давайте, Николай Корнеевичуков, позже взявший себе литературный псевдоним Корней-Чуковский, родился в Санкт-Петербурге 19 или 31 марта, по новому стилю 31, 1882 года у крестьянки Екатерины Осиповны Корней-Чуковой. Корней-Чуковой. Его отцом был потомственный почётный гражданин Одессы Эммануил Соломонович Левянсон, 1851-1920, в семье которого жила прислугой мать Корнея-Чуковского. Брак между христианкой и иудеем с законами Российской империи не разрешался. Тем не менее, они прожили вместе несколько лет. До Николая родилась старшая дочь Мария Марусин. Через несколько лет после рождения сына Левянсон оставил свою незаконную семью. Женился на враче Кларе Исаковне Рабинович и переехал в Баку, где открыл первое типографское товарищество. Мать Николая была вынуждена вернуться в Одессу. Дом, в котором жил Корнея-Чуковский в Одессе. Да, детство Николай Корнея-Чуков провёл в Одессе и Николаеве. В Одессе семейство поселилось во Флигеле, в доме Макри на Новорыбной улице, ныне Пантелеймоновская, номер 6. В 1887 году Корнея-Чуковы сменили квартиру, переехав в дом Баршмана, канатный переулок номер 3. Пятилетнего Николая отдали в детский сад мадам Бехтеевой. Какое-то время будущий писатель учился во второй Одесской прогимназии. Впоследствии стала пятой гимназией. Одноклассником его в ту пору был Борис Житков, в будущем также писатель и путешественник, с которым у юного Николая Корнея-Чукова завязались дружеские отношения. Окончить гимназию Чуковскому так и не удалось. Чуковскому... Так странно читать то Чуковский, то Корнея-Чуков, вы уж определитесь. Так и не удалось окончить гимназию. Из пятого класса его отчислили. По его собственным утверждениям, из-за низкого происхождения... Да, Кухаркин сын. Там одна глава так себе называлась. Эти события он описал в автобиографической повести «Серебряный герб». По метрике у Николая и его сестры Марии, как у незаконно рожденных, не было отчества. В других документах дореволюционного периода его отчество указывалось по-разному. Васильевич, в свидетельстве о браке и крещении сына Николая, впоследствии закрепилось в большинстве поздних биографий, как часть настоящего имени. Дано по крестному отцу. Степанович, Эммануилович, Мануилович, Емельянович. Сестра Маруся носила отчество Эммануиловна или Мануиловна. С начала литературной деятельности Корней Чуков использовал псевдоним Корней Чуковский, которому позже присоединилось фиктивное отчество Иванович Корней Иванович Чуковский. Да, таким мы его помним, ну, как автора детских книжек. После революции сочетание Корней Иванович Чуковский стало его настоящим именем, отчеством и фамилией, то есть официально, да? По воспоминаниям Корнея Чуковского у него никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед, что в юности и в молодости служила для него постоянным источником стыда и душевных страданий. Его дети Николай, Лидия, Борис и умершая в детстве Мария, Мурочка, вот когда она умерла, я так плакаю, которые посвящены многие детские стихи отца, носили, по крайней мере, после революции, фамилию Чуковских и отчество Корнеевич Корнеевна. Журналистская деятельность до Октябрьской революции. С 1901 года Чуковский начал писать статьи в Одесских новостях. В литературу Чуковского ввел его близкий гимназический друг, журналист Жаботинский. Владимир Евгеньевич Жаботинский. Жаботинский также был поручителем жениха на свадьбе Чуковского и Марии Борисовны Гольдфильд. Затем в 1903 году Чуковский, соблазнившись высоким по тем временам окладом, издатель обещал 100 рублей ежемесячно, отправился к респондентам Одесских новостей в Лондон, куда выехал с молодой женой. Кроме одесских новостей, английские статьи Чуковского публиковались в Южном обозрении и в некоторых киевских газетах. Но гонорары из России поступали нерегулярно, а затем и вовсе прекратились. Беременную жену пришлось отправить обратно в Одессу. Чуковский подрабатывал перепиской каталогов в Британском музее. Зато в Лондоне Чуковский основательно ознакомился с английской литературой, прочитал в оригинале Диккенса Теккерея. Вернувшись в Одессу в конце 1904 года, Чуковский поселился с семьей на улице Базарной номер 2 и окунулся в события революции 1905 года. Чуковский оказался захвачен революцией. Он дважды посетил восставший броненосец Потемкин, кроме прочего, приняв письма к близким у восставших моряков. В Петербурге начал издавать сатирический журнал «Сигнал». Среди авторов журнала были такие известные писатели, как Куприн, Фёдор Сологуб и Тэфи. После четвёртого номера его арестовали за оскорбление величества. Его защищал знаменитый адвокат Грузенберг, добившийся оправдания. Фотка. Чуковский сидит слева. В студии Ильи Репина-Кокола, ноябрь 1910-го. Репин читает сообщения о смерти Толстого. На стене виден неоконченный портрет Чуковского. Фотография Карла Булы. В 1906 году Корней Иванович приехал в финское местечко Кокола, ныне Репина, курортный район Санкт-Петербурга, где свёл близкое знакомство с художником Ильёй Репиным и писателем Владимиром Короленко. Именно Чуковский убедил Репина серьёзно отнестись к своему писательству и подготовить книгу воспоминаний далёкое близкое. В Коколе Чуковский прожил около десяти лет. От сочетания слов Чуковский и Кокола образовано Чуко-Кола, придумано Репиным. Название рукописного юмористического альманаха, который Корней Иванович вёл до последних дней своей жизни. Осип Мандельштам, Корней Чуковский, Лившиц, Бенедикт Константинович Аненков, Юрий Павлович, «Проводы на фронт. Случайная фотография Карла Бойлой, 1914 год». В 1917 году Чуковский опубликовал перевод Уолта Уитмена. Книга стала популярной, что увеличило известность Чуковского в литературной среде. Чуковский стал влиятельным критиком, насмешливо отзываясь о модных в то время произведениях массовой литературы и популярной билетристики. Книгах Лидии Чарской и Анастасии Вербицкой, Пинкертоновщине и других остроумно защищал футуристов как в статьях, так и в публичных лекциях. От нападок традиционной критики познакомился в Коколе с Маяковским и в дальнейшем с ним приятельствовал. Хотя сами футуристы далеко не всегда были ему за это благодарны. Вырабатывал собственную узнаваемую манеру. Реконструкция психологического облика писателя на основании многочисленных цитат из него. В 1916 году Чуковский с делегацией Государственной Думы вновь посетил Англию. В 1917 русское общество для изучения еврейской жизни председатель граф И.И. Толстой, товарищ председателя Пешков Максим Горький, Алексей Максимович, выпустила книгу Патерсона с еврейским отрядом в Галлиполи о еврейском легионе в составе британской армии под редакцией и с предисловием Чуковского с приложением статей Владимира Евгеньевича Жаботинского и капитана Трумпельдора, Иосифа Трумпельдора. В оригинале книга называлась так «С сионистами в Галлиполи». «We're the Zionists in Gallipoli». Так, дальше. После революции Чуковский продолжал заниматься критикой, издав две наиболее знаменитые свои книги о творчестве современников. Книга об Александре Блоке. Александр Блок как человек и поэт. И Ахматова, и Маяковский. Условия советского времени оказались неблагоприятны для критической деятельности. И Чуковскому пришлось этот свой талант зарыть в землю. О чем он впоследствии сожалел? Литература, веденье. На фотке тут Владимир Маяковский с Борисом и Корнеем Чуковскими. А еще тут шарж какой-то. Да, шарж на Корнея Чуковского, рисунок Владимира Маяковского. Ну, такой себе шарж. 1915 год. В 1908 году опубликованы его критические очерки о писателях Чехове, Бальмонте, Блоке, Сергееве Ценском, Куприне, Горьком, Арцебашеве, Мережковском, Брюсове и других, составившие сборник «От Чехова до наших дней», выдержавшие в течение года три издания. С 1917 года Чуковский принялся за многолетний труд о Некрасове, его любимом поэте. Его стараниями вышло первое советское собрание стихотворений Некрасова. Чуковский закончил работу над ним только в 1926 году, переработав массу рукописей и снабдив тексты научными комментариями. Монография «Мастерство Некрасова», вышедшая в 1952 году, много раз переиздавалась, а в 1962, через 10 лет, Чуковский был удостоен за нее Ленинской премии. После 1917 года удалось опубликовать значительную часть стихов Некрасова, которые либо были ранее запрещены царской цензурой, либо на них было наложено вето правообладателями. Примерно четверть известных в настоящее время стихотворных строк Некрасова была введена в оборот именно Корнеем Чуковским. Кроме того, в 1920-е годы им были обнаружены и изданы рукописи прозаических сочинений Некрасова. Жизнь и похождения Тихона, Тросникова, Тонкий человек и других. Помимо Некрасова, Чуковский занимался биографией и творчеством ряда других писателей XIX века Чехова, Достоевского, Слепцова, чему посвящена в частности его книга «Люди и книги 60-х годов». Участвовал в подготовке текста и редактировании многих изданий. Самым близким к себе, себе по духу писателем, Чуковский считал Чехова. Детские стихи и сказки. Увлечение детской словесностью, прославившее Чуковского, началось сравнительно поздно, когда он был уже знаменитым критиком. В 1916 году Чуковский составил сборник «Елка» и написал свою первую сказку «Крокодил». В 1923-м вышли его знаменитые сказки «Майдадыр и тараканище», а через год «Бармалий». Несмотря на то, что сказки были напечатаны большим тиражом и выдержали множество изданий, они не вполне отвечали за дачам советской педагогики. В феврале 1928 года в «Правде» была опубликована статья заместителя народного комиссара просвещения РСФСР Надежды Константиновны Крупской о крокодиле Чуковского. «Такая болтовня, неуважение к ребенку, сначала его манят пряником, веселыми невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, крокодила ребятам нашим давать не надо». Вскоре в среде партийных критиков и редакторов возникает термин «Чуковщина». Восприняв критику, Чуковский в декабре 1929 года в литературной газете опубликует письмо, в котором отречется от старых сказок и заявит о намерениях изменить направление своего творчества, написав в сборник стихов «Веселая колхозья». Однако обещание своего не сдержит. Сборник так и не выйдет из-под его пера, а следующая стихотворная сказка будет написана только через 13 лет. Несмотря на критику Чуковщины, именно в этот период в ряде городов Советского Союза устанавливаются скульптурные композиции по мотивам сказок Чуковского. Наиболее известен фонтан Бармалей или детский хоровод «Дети и крокодил». Работы видного советского скульптора Р. Р. Иотко Р. Иотко Ромуальдович советский скульптор, профессор, заслуженный художник, РСФСР. Установленный в 1930 году по типовому проекту в Сталинграде и других городах России и Украины. Композиция представляет собой иллюстрацию к одноименной сказке Чуковского. Сталинградский фонтан прославится как одно из немногих сооружений, уцелевших во время Сталинградской битвы. В жизни Чуковского к началу 1930-х годов появилось еще одно увлечение – изучение психики детей и того, как они обладевают речью. Он записал свои наблюдения за детьми, за их словесным творчеством в книге «От двух до пяти» 1933. «Все другие мои сочинения до такой степени заслонены моими детскими сказками, что в представлении многих читателей я, кроме Майдадыров и Муха-Цокотуха, вообще ничего не писал». Чуковский Корней Иванович о себе о собрании сочинений в пятнадцати томах был членом редакции советского детского журнала «Мурзилка» в 1945 и 1946. Другие произведения В 1930 годы Чуковский много занимался теорией художественного перевода. Вышедшая в 1936 году книга «Искусство перевода» была переиздана перед началом войны в 1941 году под названием «Высокое искусство» и, собственно, переводами на русский язык Марк Твен, Оскар Уайльд, Ридьяр Киплинг и другие, в том числе в форме пересказов для детей. Начинает писать мемуары, над которыми работает до конца жизни современники в серии «Жизелл». Посмертно опубликованы дневники 1901-1969 годы. В годы войны эвакуирован семьей в Ташкент. Младший сын Борис погиб на фронте. Как доносил НКГБ в ЦК ВКПБ, в годы войны Чуковский высказывался «Всей душой желаю гибели Гитлера и крушения его бредовых идей. С падением нацистской деспотии мир демократии встанет лицом к лицу советской деспотии. Будем ждать». 1 марта 1944 года в газете «Правда» вышла статья Юдина Павла Федоровича Юдина «Пошлая и вредная стрепня Корнея Чуковского», в которой был устроен разбор изданной в 1943 году в Ташкенте книги Чуковского Адолеем Бармалея. Айболития ведет войну со свирепьей и ее царем Бармалеем. И книга эта признавалась в статье вредной. Сказка Корнея Чуковского «Вредная стрепня», которая способна исказить в представлении детей современную действительность. Военная сказка Корнея Чуковского характеризует автора как человека или непонимающего долга писателя в Отечественной войне или сознательно опошляющего великие задачи воспитания детей в духе социалистического патриотизма. Последние годы. В 1960-е годы Корней Чуковский задумал пересказ Библии для детей. К этому проекту он привлек писателей и литераторов и тщательно редактировал их работу. Сам проект был очень трудным в связи с антирелигиозной позицией советской власти. В частности, от Чуковского потребовали, чтобы слова «Бог» и «Еврей» не упоминались в книге. Силами литераторов для Бога был придуман псевдоним «Волшебник Яхве». Книга под названием «Вавилонская башня и другие древние легенды» вышла в свет в издательстве «Детская литература» в 1968 году. Однако весь ее тираж был уничтожен властями. Обстоятельства запрета издания позже описывал Валентин Берестов, один из авторов книги. Был самый разгар великой культурной революции в Китае. Хун Вейбины, заметив публикацию, громогласно потребовали разморжить голову старому ревизионисту Чуковскому, засоряющему сознание советских детей религиозными бреднями. Запад откликнулся заголовком «Новое открытие Хун Вейбинов», а наши инстанции отреагировали привычным образом. Книга была опубликована в 1990 году. В последние годы Чуковский, всенародный любимец, лауреат ряда государственных премий и кавалер орденов Вместе с тем поддерживал контакты с диссидентами Александром Солженицыным, Павлом Литвиновым. Видной правозащитницей была также его дочь Лидия. На даче в Переделкине, где писатель постоянно жил последние годы, он устраивал встречи с окрестными детьми, беседовал с ними, читал стихи, приглашал на встречи известных людей, знаменитых летчиков, артистов, писателей, поэтов. Переделкинские дети, давно ставшие взрослыми, до сих пор вспоминают эти детские посиделки на даче Чуковского. В 1957 году передал в дар Переделкинскому райисполкому, построенную на собственные сбережения библиотеку со всем инвентарем и библиотечным фондом. В 1966 году подписал письмо 25 деятелей культуры и науки к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу против реабилитации Сталина. Скончался 28 октября. 1969 года от вирусного гепатита в Концевской больнице на даче в Переделкине, где писатель прожил большую часть жизни. Ныне действует его музей. Из воспоминаний Оксмана Юлиана Григорьевича Лидия Корнеевна Чуковская заранее передала в правление Московского отделения Союза писателей список тех, кого ее отец просил не приглашать на похороны. Вероятно, поэтому не видно Аркадия Васильева и других черносотенцев от литературы. Прощаться пришло очень мало москвичей. В газетах не было ни строки о предстоящей панихиде. Людей мало, но, как на похоронах Эренбурга, Паустовского, милиции тьма. Кроме мундирных, множество мальчиков в штатском с угрюмыми, презрительными физиономиями. Мальчики начали с того, что отцепили кресло в зале. Не дают никому задержаться, присесть. Пришел тяжело больной Шостакович. Без стебюля ему не позволили снять пальто. В зале запретили садиться в кресло. Дошло до скандала. Могила Корнея Ивановича Чуковского в Переделкине 2010 год. Гражданская панихида, заикающаяся Сергей Михалков, произносит выспренние слова, которые никак не вяжутся с его равнодушной, какой-то даже наплевательской интонацией. От Союза писателей СССР, от Союза писателей РСФСР, от издательства детская литература, от Министерства просвещения и Академии педагогических наук. Все это произносится с глупой значительностью, с какой, вероятно, швейцары прошлого века во время разъезда гостей вызывали карету графа такого-то и князя такого-то. «Да кого же мы хороним наконец, чиновного бонзу или жизнерадостного и насмешливого умницу Корнея?» Отбарабанила свой урок Агния Барто. Кассиль исполнил сложный словесный пируэт для того, чтобы слушатели поняли, насколько он лично был близок покойному. И только Пантелеев, Эл Пантелеев, прервав блокаду официозности, неумело и горестно сказал несколько слов о гражданском лике Чуковского. Родственники Корнея Ивановича просили выступить любовь Рафаиловну Кабо. Но когда в переполненном помещении она присела к столу, чтобы набросать текст своего выступления, к ней подошел генерал КГБ Ильин Виктор Николаевич Ильин, в миру секретарь по оргвопросам Московской писательской организации и корректно, но твердо заявил ей, что выступать ей не позволит. Похоронен на Переделкинском кладбище Семья дед Соломон Михайлович Левенсон выпускник Берлинского университета врач потомственный почетный гражданин Одессы 1872 год автор монографии к вопросу об уголовной ответственности врача Одесса типография Одесского вестника 1888 отец Эммануил Соломонович Левенсон 1851 20 1920 потомственный почетный гражданин Одессы на фотке Чуковский Корней Иванович с женой и сыном Николаем примерно 1912 15 годы жена с 26 мая 1903 Мария Борисовна Чуковская урожденная Мария Арон Беровна Гольдфильд 1880 1955 дочь бухгалтера Арона Бера Рувимовича Рувимович Гольдфильда и домохозяйки Тубы Таубы Ойзеровны Гольдфильд Сын Николай Чуковский 1904 1965 поэт прозаик и переводчик Его жена Марина Николаевна Рейнке 1905 1993 переводчица Дочь Наталья Николаевна Костюкова Чуковская Тата родилась в 1925 Микробиолог профессор доктор медицинских наук заслуженный деятель науки России Сын Николай Николаевич Чуковский 1933 2022 Умер в прошлом году Инженер связист возглавлял сектор спутниковой оптической связи в НИИ радиоэлектроники МГТУ имени Баумана Сын Дмитрий Николаевич Чуковский родился в 1943 муж теннисистки Анны Дмитриевой дочь Лидия Чуковская 1907 96 годы жизни писательница писательница и диссидент ее первым мужем был литературовед и историк литературы Цезарь Вольпе 1904 1941 Вторым физик и популяризатор науки Матвей Бронштейн 1906 1938 Ее дочь Елена Чуковская 1931 2015 литературовед химик Сын Борис Чуковский сын сын Корнея Борис Корнеевич 1910 1941 инженер гидротехник пропал без вести вскоре после начала Великой Отечественной войны осенью 1941 года возвращаясь из разведки недалеко от Бородинского поля сын Бориса Евгений Борисович Чуковский 1937 97 оператор неигрового кино дочь Мария Чуковская Мурочка 1920 1931 11 лет героиня детских стихов и рассказов единокровная сестра Генриета Эммануиловна Левенсон врач начальник санитарно-эпидемиологической станции Баку убита в 1923 году мать Рохлина Владимира Абрамовича племянник Владимир Рохлин 1919 1984 математик двоюродный брат Соломон Левенсон основатель Одесской школы технической термодинамики профессор дочь двоюродной сестры поэтесса и прозаик Софья Шапошникова память Одно из последних стихотворений Александра Блока посвящено Чуковскому 1921 марке Почтовая марка СССР посвященная Чуковскому 1982 год ЦФА А.О. Марка именем Корнея Чуковского названы улицы в различных населенных пунктах государств бывшего СССР в 2014 году появилась улица Корнея Чуковского в Санкт-Петербурге в 2014 в 1992 энтомологом Озеровым Андреем Леонидовичем был описан новый род и вид мух муравьеведок муравьеведок как правильно муравьеведок названный в честь самого известного литературного героя из отряда Диптера Муча Цокотуха Мух муравьеведок нигде такого слова раньше не слышал в память о Корнея Чуковском по названию альбома Чукокола получил имя Астероид 3094 Чукокола открытый 23 марта 1979 Николаем Степановичем Черных в Крымской астрофизической обсерватории название присвоено 11 июля 1987 года памятник Корнею Ивановичу Чуковскому 1987 скульптор Игорь Замедянский в Переделкино напротив усадьбы из Малкова правительство Москвы в апреле 2020 года учредило премии имени Корнея Чуковского еще на Тверской есть Чуковскому мемориальная доска воспоминания о Корнее Ивановиче Чуковском и перечисляются здесь издания разные воспоминания о Корнее Чуковском сборник составителей Лазовская Паперная Чуковская Москва советский писатель 1097 боже мой что это все перечислять а вот памятные места воспоминания время Нилин станции Переделкина Тынянов Тыняна Чуковская Лидия Корнеевна памяти детства мой отец Корнея Чуковская Чуковская Чукокова и Окола Чуковский Жаботинский история взаимоотношений в текстах и комментариях Еврейский университет в Иерусалиме Ассоциация мосты культуры вот памятные места адреса в Санкт-Петербурге Петрограде Ленинграде август 1905 6 академический переулок 5 1906 осень 17 доходный дом Коломенская улица 11 осень 1917 19 доходный дом Е. Кузнецова Загородный проспект 27 1919 34 доходный дом Манежный переулок 6 1935 Кирочная 7 квартира 6 1912 на имя Корнея Ивановича Чуковского совместно с Ильёем Репиным приобретена дача не сохранилась в посёлке Кокола посёлок Репина наискосок от Пенатов Ильи Ефимовича Репина где Чуковские жили и зимой вот как описывают современники местоположение этой дачи Дача выходит в море Она двухэтажная с некоторым отзвуком английского коттеджа Поместье с двух сторон отделено от соседей с забором с третьей стороны водою ручья с четвёртой от берега моря его не отделяло ничего В 1918 году территория дачи отошла к Финляндии а сама дача была разграблена В 1940 году Корней Иванович имея в Москве полный набор советских благ пытался отвоевать дачу для сына но его права на Куокольский дом не признали Дом стал обкомовской дачей Никогда официально не считался чем-то особенно ценным для российской культуры изгорел дотла в 1986 году Лидия и Лукьянова Корней Чуковский 2007 год вот я про это говорила мемориальная доска на доме номер 6 по улице Тверская да адреса в Москве улица Тверская дом 6 дом музей Корней Ивановича Чуковского Москва поселок Внуковское поселок ДСК Мичуринец улица Серафимовича дом 3 памятник Корней Ивановичу Чуковскому 1987 скульптор Игорь Замедянский переделкина напротив усадьбы из Малкова награды орден Ленина 29 марта 1957 4 ордена Трудового Красного Знамени 31 января 39 28 марта 62 15 июля 65 28 октября 67 медали СССР Ленинская премия 1962 за книгу Мастерство Некрасова В Великобритании удостоен почетной степени доктора литературы Улнори Скауса Оксфордского университета Библиография Ого персонажи сказок Чуковского на российских почтовых марках 1993 год Надо же Сказки 1912 Собачье царство 15 Крокодил 21 Тараканище 22 Топтыгин Иуна 23 Майдадыр 24 Муха Цокотуха 24 Телефон 24 Топтыгин Иллисам 25 Федорина Горе 25 Бармали 26 Путаница 26 Чудо Дерево 27 Краденое Солнце 28 Так и не так Так и не так 29 Айболит 35 Приключения Белой мышки Айболит и воробей Отрывок Из сказки Адалейм Бармалия 1942 Адалейм Бармалия 45 46 Приключения Бибигона Цыпленок Что сделала Мура Когда ей Прочли Сказку Чудо Дерево Стихи Для детей Теперь Перечисляются 21 21 Бутерброд Слониха Читает 22 Головастики Ёжики Ёлка Огород Свинки Федотка Черепаха 23 Закаляка 24 Обжора 27 Песня о бедных сапожках 29 Верблюдица 35 Бебека 27 Радость 44 Прапраправнукам 69 Муха В бане Английские Народные Песенки Ого На английском Он писал 1921 Дженни 22 Курица 22 Храбрецы 26 Скрюченная Песня 26 Барабек Как нужно Дразнить Обжору 26 Котауси И Мауси Пересказы Известных Произведений Для детей И школьников Храбрый Персей По мотивам Греческих Мифов Герой Комедия В трех действиях Перевод И вступительная Статья Корнея Чуковского Перевод Петербург Москва 23 Год Джек Покоритель Великанов Народная Балийская Сказка В пересказе Корнея Чуковского Рисунок Замирайло Доктор Доктор Айбали Для маленьких детей Гью Лофтинг Пересказал Корнея Чуковский Рисунки Е. Белухи Ленинград Госиздатель 125 Жизнь И странные И небывалые Приключения Робинзона Крузо Для среднего И старшего Возраста Даниэль Дефо Перевод Чуковского Рисунки Кордовского Москва Ленинград Дет Издат 1936 Жив Человек Роман Гильберт Честертом Ух ты Предисловие Переводы Примечания Корнея Ивановича Чуковского Москва Ленинград Госиздатель 1904 Занимательный Мюнхгаузен Удивительные Приключения На суше И в воде На войне И на охоте Верхом В карете Правдиво Описано Писателем Рудольфом Эрихом Распе Честно Пересказано Дедушкой Корнеем Чуковским И Изрисовано Вдоль и поперек Николаем Воронцовым Кажется У меня была Такая книжка Но может быть Просто А ну да Это второе Издание Значит Было Королей капуста Роман О Генри Перевод И предисловие Корнея Чуковского Москва Ленинград Госиздательство 26-й год Листья травы Избранные Стихи Поэмы Уолт Уитман Перевод Статья И примечения Марк Твен Перевод Перевод с английского Корнея Чуковского И Николай Чуковский Москва Ленинград Дед Издат 37-й год Рассказы Киплинг Перевод Чуковского Повести Бородуля Повесть Повесть написана И опубликована В Пионерской Правде В 1932 году Прообразом Солнечной Стал Противотуберкулезный Диспансер Волупки Где в течение Года Лечилась И умерла Мурочка Дочь Корнея Чуковского Серебряный Герб Автобиографическая Повесть Написанная В 1938 Году Работы О переводе Принципы художественного Перевода 1919-1920 Искусство Перевода 1930-1936 Высокое Искусство 1941-1964-1966-1968 И 2008 Дошкольное Воспитание От 2 до 5 1933 Литературоведческие Работы Мой Уитмен Очерки О жизни И творчестве Избранные Переводы Из листьев Травы Проза Воспоминания Корнея Чуковский Современники Портреты И этюды Современники Жезел 1962-й год Как я стал писателем Признание Старого Сказочника Жизнь И творчество Корнея Чуковского Чукокова Рукописный Альманах Корнея Чуковского Предисловие И Андронникова Комментарии Корнея Чуковского Дневник 1901-29 Подготовка Текста И Комментарии Еце Чуковской Вступительная Статья Каверина Вениамина Александровича Дневник 1930-69 Составление Подготовка Текста Комментарии Еце Чуковской Две Души Максима Горького Люди Книги 60-х Годов Статья Материалы Ленинград Издательства Писателей В Ленинграде 1934 Мастерство Некрасова Москва Гослит Издат 1952 Переплет В 1953 О Чехове Человек И Мастер Для старшего возраста Корней Чуковский Москва Детская литература 1971 Детская литература Это издательство Последние годы Блока Записки Мечтателей 1922 Номер 6 Рассказы О Некрасове С приложением Статей О поэзии Некрасова Второе издание Книги Некрасов Москва Федерация 1930 Интернациональная 39 Типография Мосполиграф Современники Портреты И отсюда Москва Молодая гвардия 1963 год Репин Современники Для серии Жезел Серия биографии Репин Горький Маяковский Брюсов Воспоминания Москва Советский писатель 1940 Репин Из моих Воспоминаний Корней Чуковский Москва Ленинград Искусство 1945 год Чукова Рукописный Альманах Корнея Чуковского Предисловие И Андронникова Комментарий Корнея Чуковского Составление Подготовка Текст Примечания Ей Чуковской Борис Житков Иракли Андронников Иракли Статьи Тут еще статьи Перечисляются Живой Как жизнь К вечно Юному Вопросу История Моего Айболита Как Была Написана Муха Цокотуха Признание Старого Сказочника Страничка Чукоколы О Шерлоке Холмсе Госпиталь Номер Одиннадцать Ербицкая Она же Позднее Нати Пинкертон Лидия Чарская Многотомные Издания Чуковские Собрание Сочинений В шести Томах Чуковские Собрание Сочинения В двух Томах Чуковские Собрание В пяти Томах Собрание В пятнадцати Томах 2001-2009 Электронная Версия В тринадцатом Году Малое Собрание Сочинений 16 плюс Санкт-Петербург Азбука Азбука Атикус Девятнадцатый Год Экранизации Произведений 1927 Мультфильм Майдадыр Не сохранился Мультфильм Тараканище Тоже не сохранился 28-й год Мультфильм Сенька Африканец 38-й год Доктор Айболит Режиссер Владимир Немоляев 39-й год Мультфильм Майдадыр Режиссер Иван Иванов Вану Мультфильм Лимпопо Режиссер Леонид Амальрик Владимир Полковников 41-й год Мультфильм Бармали Режиссер Леонид Амальрик Владимир Полковников 41-й год. «Муха-Цикатуха» мультфильм. 43-й мультфильм «Краденое солнце» режиссер Иван Иванов-Вану. 44-й мультфильм «Телефон» режиссер Михаил Цехановский. Снялся в главной роли, также изображен художником. 46-й год. Мультфильм «Павлиний хвост» режиссер Леонид Амалерик, Владимир Полковников. 54-й год. Мультфильм «Майдадыр» режиссер Иван Иванов-Вану. 60-й год. Мультфильм «Муха-Цикатуха» режиссер Борис Дёшкин и Владимир Сутеев. 63-й год. Мультфильм «Тараканище» режиссер Владимир Полковников. Изображен художником в качестве автора. Роль писателя озвучил Юрий Филимонов. 66-й год. Айболит 66. Режиссер Ролан Быков. 73-й год. Мультфильм «Айболит и Бармалей» режиссер Наталья Червинская. 74-й год. Мультфильм «Федорина Гори» режиссер Наталья Червинская. 74-й год. Мультфильм «Путаница» «Веселая карусель» номер 6. 76-й год. Мультфильм «Муха-Цикатуха» режиссер Борис Степанцев. 78-й год. Мультфильм «Краденое солнце» режиссер Натан Лернер. 81-й год. Мультфильм «Би-Би-Гон». 82-й. Мультфильм «Путаница» «Киевноучфильм» режиссер Ирина Гурвич. 83-й год. Мультфильм «От двух до пяти». 84-й. Мультфильм «Ваня и Крокодил» режиссер Наталья Дабижа. 84-й. «На миг оглянуться» режиссер Вячеслав Колегаев. 85-й. Мультфильм «Доктор Айболит» режиссер Давид Черкасский. 85-й. Мультфильм «Чудо-Дерево». «Веселая карусель» номер 16. 85-й. Кино... чего? КМ? Телефон? Режиссер Игорь Минаев. Леймбит Ульфсак в роли Чуковского. Комментарий. Хотя литературовед Коган утверждал, что Жаботинский и Чуковский обучались в одном классе гимназии, но одесский краевед Наталья Понасенко считала, что в воспоминаниях Когана закралась неточность. По ее мнению, Чуковский с Жаботинским учиться в одном классе никак не могли. Жаботинский учился в той же гимназии несколько лет и оставил ее по собственному желанию. Чуковский провел под арестом 9 дней. Позже он вспоминал речь Грузенберга на судебном процессе так. «Представьте себе, что я, ну хотя бы вот на этой стене, рисую, ну предположим, осла, а какой-нибудь прохожий ни с того ни с сего заявляет, это прокурор Камышанский. Кто оскорбляет прокурора? Я ли, рисуя осла? Или тот прохожий, который позволяет себе утверждать, будто в моем простодушном рисунке он видит почему-то черты уважаемого нами судебного деятеля? Дело ясное. Конечно, прохожий тоже происходит и здесь. Что делает мой подзащитный? Он рисует осла, дегенерата, пигмея. И Петр Константинович Камышанский имеет смелость утверждать всенародно, будто это священная особа его императорского величества, ныне благополучно царствующего государя, императора Николая II. Пусть он повторит эти слова, и мы будем вынуждены привлечь его, прокурора, к ответственности, применить к нему, к прокурору, грозную 103-ю статью, карающую за оскорбление величества. Корней Чуковский. Как я стал писателем. Ну вот и все, ребятки. Мы прочитали статью из Википедии про Корнея Ивановича Чуковского. Грустно, конечно. Желаем вам всего хорошего, счастья, здоровья. Всего только хорошего. Вот. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok